Всем привет, с вами Аламар и мы летим в X-Plane 12. Но мне кажется, что что-то я забыл сделать, и симулятор выглядит не так, как мы привыкли обычно его видеть. Давайте попробуем это исправить. Вот так, совсем другое дело, просто посмотрите насколько преобразился X-Plane, когда мы используем фотоподложки в роли земли. И благодаря программам AutoOrpha и X-Map Enhancement, это стало делать гораздо проще, чем раньше. Напомню лишь как это было раньше. Сначала мы думаем откуда куда сегодня полетим, затем заходим в программу Orpha for XP и кликаем на квадраты, над которыми мы будем пролетать. Генерируем их в достаточно продолжительное время, это занимало вплоть до 30 минут, а то и часа. Затем закидываем в папку Custom Scenery, всё это расставляем, подключаем, и только после этого грузимся в симулятор и летим. Сейчас же, благодаря новым программам у нас есть возможность генерировать фотоподложки на лету. И благодаря же этим программам X-Plane 11 и 12 просто засияли новыми красками и открыли Симмером как альтернативу Microsoft Light Simulator, а некоторые, кто попробовал X-Plane 12 например, оставили его у себя на компьютере как второй симулятор. Что ж, сегодня я предлагаю посмотреть как работают две эти программы, как их устанавливать и немного поговорить возможно о их сравнении. Для того чтобы установить её мы переходим на гитхаб и здесь переходим в раздел релизы. Я оставлю как обычно все ссылки в описании к этому ролику. Здесь скачиваем Explain Map Enhancement Setup.exe, нам файл нужен и после этого идем вниз и выбираем Assets. Здесь вам нужно скачать обязательно X-AutoOrpho, overlay все и после этого, если вам нужна Европа, вы скачиваете соответственно все файлы, которые относятся к Европе. Просто нажимаете на этот файл и он начинает скачиваться. Не качайте больше трех-четырех файлов одновременно, потому что скорость из-за этого проседает и могут быть проблемы, потом что-то не скачалось, что-то потерялось. Качайте постепенно. Да, это займет определенное время, но тем не менее вы делаете это один раз. Далее запускаем установщик. И здесь нам нужно выбрать путь, по которому будет установлена эта утилита. Обратите внимание, что не обязательно устанавливать ее в корень сима, будь то X-Plane 11 или 12. Я же предлагаю создать вам на вашем SSD-шнике папку с названием, допустим, Map Enhancement и в этой папке создать несколько подпапок. Первое это Base Packages, затем Cache, куда у нас будут грузиться все фотоснимки. В первую же папку мы перенесем те файлы, которые мы скачали, это Overlay, Европа и Азия. И далее третья подпапка это Explain Map Enhancement, это сама непосредственно утилита. Выбираем эту папку, нажимаем Install. Дополнительно у нас устанавливается Microsoft Net Runtime и далее оставляем галочку, запускаем данную программу. Соглашаемся то, что эта программа будет иметь доступ к вашей сети и мы попадаем в вот такое незамысловатое меню данной утилиты. Затем мы переходим очевидно в настройки. Первый пункт, все что касается запуска и языка. Оставляем английский и остальные пункты я предпочитаю не трогать, буду запускать эту программу вручную. Далее открываем Scenery Options и здесь нам нужно указать несколько папок. Первый это путь к вашему симулятору. Давайте посмотрим где у меня расположен X-Plane 12, а он расположен в стиме. Я его покупал в стиме, Steam Apps, Common, X-Plane 12. Обращаю ваше внимание, что в случае смены симулятора, допустим сейчас я лечу в X-Plane 12, завтра я запускаю X-Plane 11, я меняю единственный вот этот пункт на X-Plane 11 и далее запускаю утилиту, запускаю ее в плане генерации фотоподложек и она работает прекрасно. Но сегодня мы будем использовать X-Plane 12. После этого нам нужно указать Base Folder, куда мы скачали, но пока еще не переместили все эти под папки. Для этого мы переходим на тот диск, куда мы установили Map Enchancement и Base Folder. После этого Scenery Options у нас почти готово. Переходим в Cache и выбираем ту папку, куда мы будем складировать наш кэш, очевидно. Вот в данном случае все выбрано, отлично. Здесь мы выбираем размер кэша. 30 гигабайт по дефолту, я оставляю по дефолту, меня вполне устраивает. За один полет на один час он примерно максимум, генерирует 2 гигабайта. Так что 30 вам должно хватить с запасом, а что будет больше он просто будет удалять. После этого нам еще важно обратить внимание в Advanced Settings. Здесь Image Quality поставить на Medium либо Low. Если у вас совсем слабая система, то поставьте на Low, возможно он будет как-то попроще нагружать вашу систему, в данном случае процессор, и вам будет получше. И также если у вас 16 гигабайт оперативной памяти, то обязательно поставьте галочку Memory Optimization. В противном случае он потребляет в районе 20 с лишним гигабайт вместе с X-Plane. Все, после этой первоначальной застройки переходим на главное меню. И пока закрываем утилиту и докачиваем все Base Packages. Вот я их скачал. Обращаю внимание, что это у нас 4 оверлай. В данном случае это версия программы 1.02. Далее это у нас Азия, состоящая из аж 14 папок. И Европа, состоящая из 6 папок. Мне этого вполне хватает, чтобы летать по России, СНГ и в том числе Европы. И далее мы открываем Base Packages и перекидываем все эти файлы сюда. Вам не нужно разархивировать их, оставляйте все как есть. После этого вы опять запускаете программу Map и нажимаете Start. И давайте загрузимся в нашем X-Plane 12 и посмотрим, подключилась она к нему или нет. Запустил X-Plane 12 и обращаю ваше внимание, что нужно нажимать Start и Stop перед запуском программы. И также я ничего не редактировал в сценаре Pack.ini. Сейчас посмотрим, кстати, обязательно, как оно там распределяется. И папка кэша у меня пустая. Сейчас происходит первый запуск программы. У меня отсутствовал кэш. Он начал появляться, как вы видите. И это очень много файликов по 171, по 40 килобайт. Поэтому на HDD будет ему не круто. Потребление интернета составляет до 40 мегабит в секунду. У меня подключено 100 мегабит максимум. И действительно 100 мегабит выдает, если требуется. И загрузка процессора скачет, на самом деле, в районе 40-100 процентов. Это абсолютно нормально на первом этапе запуска. Как видите, загрузка закончена. Сейчас нагрузка на процессор упадет. Загрузка больше 40 мегабит в секунду не прыгала. И теперь мы переходим к нашему X-Plane 12. Поднимаемся камерой. Напомню, управление камерой доступно через C, русско-английское S. И далее путем PageUp, PageDown и стрелочками, и правой кнопкой мыши я кручу камеру, вы можете перемещаться. И мы видим абсолютно дефолтный аэропорт Домодедово. И просто посмотрите, со фотоподложками, насколько он преобразился. Да, он дефолтный, но он выглядит уже гораздо лучше, чем до этого. И земля вокруг, все подгрузилось. В данном случае я не вижу пустых квадратов. И я использую ArcGIS. В бесплатной версии программы доступен ArcGIS и Bing Maps. Также есть Google Maps сервер, но обращаю внимание, что Google Maps, остальные я вообще не пробовал, грузит гораздо больше процессор, при их, так сказать, дешифровке и сильнее роняет FPS. Тем не менее, в некоторых местах они выглядят более качественно. И открыл я сценарий пак и не опять же, и здесь вижу вот эти три строчки. Они прописываются автоматически, то есть мы можем сделать вывод, что здесь у нас все абсолютно нормально работает. Даже хочу обратить внимание, что у меня установлено параллельно автоорфу. Ее файлы присутствуют. И они никаким образом никак не конфликтуют с теми файлами, которые установил и добавил XMap Enhancement. Давайте теперь посмотрим, как она будет грузить себя в X-Plane 11 в этом же регионе, но, допустим, с фотоподложками Bing. Для этого я выбираю симулятор X-Plane 11, просто корневую папку. И все, больше ничего не меняю. Далее перехожу сюда, выбираю Bing Maps и нажимаю старт. Далее запускаю X-Plane 11. Как вы могли видеть, загрузка интернета прыгала до 70 Мбитс, но это при первом запуске на этой местности, а нагрузка на процессор оставалась примерно такая же. 40% с редкими скачками до 100. X-Plane 11. Абсолютно тоже Домодедово. Тоже у меня, кстати, дефаутный сценарий. И уже используется Bing. Как видите, несмотря на то солнце, которое готово выжать глаза, абсолютно все то же самое. Единственное, здесь я не использую X-Европу и X-Азию. И поэтому деревья, как вы видите, расположены немного по-другому. Они не находятся прям на том лесном массиве, где, по мнению фотоподложек, расположен лес. И в X-Plane 12 я использовал X-Европу и X-Азию для этого. И там тогда все дороги, все деревья расположены именно там, где они пролегают по фотоподложкам. Ну а в целом все то же самое. Все абсолютно так же работает. Xenery, Pack и Ni, X-Plane 11. У нас также добавляются базовые файлы, соответствующие Overlay, Европа и Азия. После закрытия симулятора здесь нажимаем просто Stop и можем закрывать программу. Как видите, установка просто элементарна. Достаточно просто долго будет качать эти файлы Overlay, Азии, Европы. Мне понадобилось чуть меньше двух часов, по-моему, насколько я помню. Все последние полеты я выполнял именно с ней. Что ж, давайте перейдем к следующей утилите под названием AutoOrpha. Прежде чем установить AutoOrpha, вам нужно установить дополнительную программу-прослойку, через которую она работает. Есть две, Docan и WinFSP. Docan является предпочтительнее. Но, к сожалению, у меня он почему-то не завелся. Последняя его версия вроде бы все устанавливал. Поэтому я перешел на WinFSP. Переходим в релизы. Ищем последний релиз. Открываем Asset и скачиваем установщик. Затем запускаем его. Здесь он у меня уже установлен. Поэтому я просто устанавливаю его заново. Проверяю, что он все последней версии. И после этой установки обязательно перезагрузите компьютер. Ее я также буду скачивать со гитхаба. И в отличие от предыдущей утилиты, она менее оптимизирована уже на сегодняшний день. Но она является, так сказать, первой утилитой, которая позволила нам использовать фотоподложки в X-Poine 11. Давайте скачивать экзешный файл. Это последняя версия 0.72. Вышла достаточно давно. После скачивания запускаем установщик. Он также опять ругается, что что-то вы не то запускаете. Next. На самом деле здесь без разницы. Можно для любого на этом компьютере. И здесь также выбираете папку. Не связанную с X-Poine. То есть она может быть в корневой папке X-Poine. А может быть просто на другом диске. Например, я сделаю прямо на диске. Почему я так обращаю на это внимание? Потому что многие устанавливают X-Poine, допустим, на SSD-шник. А всякие автоворфы, сценарии и все прочее на другой диск, который тоже, допустим, SSD-шник, но подешевле. Либо HDD. Тем не менее, некоторые, да, используют автоворфы из Plane Map Enhancement на HDD. И говорят, что это для них вполне себе работает. После того, как мы вы установили это приложение, давайте создадим ярлык на рабочий стол и запустим его. Опять же, подтверждаем разрешение к доступу к сети. Это Windows 11, и она всегда это требует. И далее здесь все то же самое, только немного попроще, а может быть и посложнее. Здесь мы выбираем Bing. Либо других вариантов здесь нет. Здесь был Argus вроде бы, но теперь я его как-то не наблюдаю. Здесь мы выбираем размер кэша. Здесь же мы выбираем, где у нас находится симулятор и все прочее. Давайте начнем с X-Plane 12. Проверяем, что X-Plane 12 это его папка в Select Folder. И затем мы выбираем Scenery Install Direction. Это у нас папка X-Plane 12 Custom Scenery Select. Далее нам нужно создать папку кэша. Для этого мы опять переходим в папку автоворфу. И прямо здесь можно смело создать папку кэш. После этого Image Cache Director указываем именно эту папку. У меня просто эти пути прописаны из-за того, что я уже пользовался автоворфу, очевидно. И устанавливал ее немного в другое место. Сейчас же я ее перенес. И поэтому указываю все эти пути, проверяя, что они актуальны. После того, как вы все указали, нажимаем Save. Затем переходим в Scenery. И здесь начинается самое веселое. Вам нужно скачать Европа Орфосет и Азия Орфосет. Но если вы планируете летать в Россию. Это займет достаточно много времени. Также до двух часов, иногда больше. Так что будьте терпеливы. К счастью, я их уже до этого скачивал. Поэтому я их закидываю в Custom Scenery. Когда вы все скачали, проверяем, что up-to-date. Все отлично. И затем не запускаем программу. Затем запускаем X-Plane 12. Чтобы он создал записи в Scenery Pack.ini. Запустили. Закрыли. И переходим в папку X-Plane 12. Custom Scenery. Я думаю, все знают, где находится этот файлик. И запускаем его. И вот такая прелесть у нас появилась в самом верху. Нам эти файлы, как вы поняли из предыдущей утилиты, нужно переместить в самый низ. Сохраняем в Scenery Pack.ini. Закрываем его. И теперь мы можем запустить автоорфу. Нажимаем Run. И ждем, когда он updating config completed. И когда все действия, которые он должен выполнить, он сделает, он свернется в Tray. Мы же запускаем заново X-Plane 12. Мы загрузились в X-Plane 12. И здесь на самом деле сразу я могу сделать вывод, то что автоорфу грузится значительнее дольше и нагружает процессор значительнее больше. X-Plane Map Enchancement автор описал то, что он использует более мелкие файлы, нежели файлы, которые загружают автоорфу, поэтому там более оптимизирована программа. Первая же проблема автоорфа, которую я сразу вижу. Смотрите, в районе первой загрузки, в районе места, где мы находимся, у нас несколько тайтлов, несколько плиток присутствуют с пикселями, пикселями, более пиксельные. Также отсутствует здесь кусок. И также, оборачиваясь по сторонам, смотрите, сколько пропусков. Пропусков на самом деле много. И до этого у меня они тоже присутствовали, не в таком, конечно, огромном количестве, но несмотря на то, что она грузила за скоростью до 70 Мбитсекунды и грузила значительно больше, пропуски остались, пропуски присутствуют. Давайте сейчас я попробую загрузиться в этом же регионе еще раз с автоорфой и посмотрим, подгрузятся ли эти плитки или нет. Чтобы остановить программу автоорфа, просто нажимаем quit и она закрывается. Ну, опять же, закрывается относительное понятие, ей требуется время, чтобы закрыться. Дубль 2, мы загрузились опять до Мадедова, и как вы видите, пустые клетки пропали, и все работает прекрасно. Мы видим те же карты Bing, и даже пиксели, которые были вот здесь, превратились в четкую карту. Один из вариантов пофиксить недогруз этих квадратов, это увеличить время ожидания автоорфы. Переходим в Users, имя вашего пользователя, и здесь есть файлик .автоорфу. Открываем его с помощью любого блокнота, и затем ищем параметр max weight. Вот в данном случае он у меня стоит 0.5, меняем его на 10, а также fetch threads меняем на 64. Это, возможно, ударит по производительности, потестируйте, посмотрите, но, как говорят и обещают, должно исправить проблему недогрузок квадратов. Давайте теперь посмотрим, как использовать автоорфу в эксплейне 11, когда она установлена в эксплейне 12. Открываем Custom Scenery эксплейна 11 и Custom Scenery эксплейна 12. Затем мы берем, зажимаем левый Alt, и создаем ярлыки, я сказал. Ярлык автоорфу Overlay, Z автоорфу, и, соответственно, Европа. Итого, у нас теперь в эксплейне 11 в Custom Scenery есть автоорфу Overlay, Азия, Европа и Z автоорфа. Для того, чтобы опять их расположить правильно в сценаре Pack & New, вы должны запустить эксплейн 11. Я же предпочитаю X Organizer, он сканирует эту папку, и, соответственно, вы можете видеть, что у нас нитка Attention загорелась. Здесь мы переходим в фото сценарий General, и вот эти две папки нитка Attention переносим сюда. Все. Теперь у нас сценарий Pack & New должен быть правильно расставлен. На всякий случай я это проверяю. Здесь, смотрите, у меня автоорфа находится, и здесь у меня есть меши, которые расположены ниже автоорфа. После этого процедура абсолютно такая же. Запускаем автоорфа. Нажимаем Run. Ждем, когда она все тут рассмыслит, одумает и запустится. И теперь запускаем эксплейн 11. И здесь я предлагаю выбрать абсолютно другой аэропорт, например, Казань. На него у меня не установлен сценарий, там нет фотоподложек, у меня нету кэша для него, чтобы проверить, как подгрузятся эти пустые квадратики, подгрузятся ли они с первого раза, или также придется загружаться несколько раз. И как вы видите, да, деревья есть, объекты все тоже на месте, и фотоподложки тоже есть. И как вы видите, пустых квадратов, давайте посмотрим, пустых квадратов нету. Да, действительно, фикс работает, мотоциклисты. Дает больше времени подгрузиться фотоподложкам, но при этом, возможно, больше влияет на ресурсы компьютера. Вот так, автоорфа, установленная в X-Plane 12, по факту, работает в X-Plane 11. Я даже не менял никакие здесь пути, я просто перенес папки, и оно как будто запущено для X-Plane 12, но на самом деле ничего ему не мешает грузиться в X-Plane 11. Если я не использую автоорфа в X-Plane 11, то я копирую эти файлы Ctrl-X и вставляю просто в папку Temp, дабы они не грузились с симулятора и не создавали конфликтов. То же самое рекомендую сделать в X-Plane 12. Сегодня мы рассмотрели две утилиты, автоорфа и X-Plane Map Enhancement. Какую из них использовать, решать только вам. Но обе из них позволяют сделать наш X-Plane красивее. С вами был Аломар, до новых видео, пока.